Все более или менее понятно. Многие эти материалы были известны и раньше, в том числе и некоторые даже забавные детали. А вот типа того, что не пойман ни вор, а вот вы докажите, а где ваши доказательства и все такое прочее. Защищать убийц – это, конечно, удовольствие очень и очень сомнительное. Всем привет, друзья! Это деда Артем. Сейчас поговорим о возобновившемся процессе в голландском городе Гаага, касающемся сбитого 17 июля 2014 года самолета «Боинг» пассажирского малазийских авиалиний. Как вы знаете, погибло 298 человек и, в общем-то, более или менее ясно, что сбит он был российской ракетой. Хотя Россия, разумеется, все это дело безнадежно отрицает. На последнем заседании в Гааге слово было предоставлено обвинению. Выступил прокурор и выступал он как бы по двум направлениям. С одной стороны, они представили свои доказательства. С другой стороны, они потратили много сил на опровержения иных альтернативных версий. Значит, если говорить по первому направлению, то там, естественно, имеется огромное количество фотоматериалов, видеоматериалов, прослушки записей разговоров и так далее. Ну и там проследили, соответственно, движение этой самой платформы с тягачом «Вольво», на которой стоял «Бук» до местечка под названием «Снежное». Там же имеются показания свидетелей, которые все это дело видели, вплоть до пуска ракеты «Бук». Ну и более того, имеются снимки, я так понимаю, видеосъемки американских спутников, которые этот пуск зафиксировали. Тут, правда, есть один маленький нюанс, который заключается в том, что американцы категорически не хотели обнародовать данные своих секретных спутников-шпионов, ну, чтобы эти спутники не обнаружили, чтобы не раскрыть их технические параметры и так далее. Поэтому там все это было обставлено таким образом, что все эти съемки были продемонстрированы голландскому прокурору, ну а также дано их подробное словесное описание. Ну и прокурор, соответственно, должен был завизировать вот все эти протоколы, все эти словесные описания, которые описывают пуск ракеты «Бук». Ну и голландский прокурор, на самом деле, это все посмотрел, сравнил с бумагами и сказал, да, в общем-то, все там четко и достоверно описано. Так что вот все разговоры о том, что съемок нет, доказательств нет, а, в общем-то, эти разговоры уже становятся в пользу бедных. В общем, тут все более или менее понятно. Многие эти материалы были известны и раньше, в том числе и некоторые даже забавные детали, что сначала поехали в Украину, туда два этих самых «Бука», один по дороге сломался или даже чуть ли не сгорел. Такая у нас классная военная техника. Ну, а второй, к сожалению, добрался до места пуска. Да, свидетели, вот все вот эти вот такие непосредственные свидетели пуска – это все в основном местные люди, которые и сейчас проживают на территории Ордло. Поэтому, естественно, что их данные строго засекречены. То есть, если бы сказали, что вот такой-то, такой-то Захарченко, Богданенко и Титаренко, то, скорее всего, их бы уже сейчас не было в живых. Поэтому, слава Богу, слава Богу, что этих свидетелей замаскировали. Иначе просто и нельзя это было бы делать. Всякие, опять же, стянания или иронизирование русской стороны, что это все-таки какие-то фальшивые свидетели. А где же они? А имена и фамилии? Ну, опять же, никто эти выпады всерьез не воспринимает. Ну, и теперь самое, на мой взгляд, интересное – это работа следовательской группы. Там были не только голландцы, там люди из разных стран, и австралийцы, и украинцы, и прочие. Их работа над разоблачением всяких альтернативных версий. Надо сказать, что все эти версии, все до одной, были вброшены Российской Федерации. Некоторые были вброшены российскими средствами массовой информации, а некоторые на вполне официальном уровне, то есть Российским министерством обороны, Российским министерством иностранных дел. Что это за версии? Версия первая, что не было вообще никакой ракеты, не было ничего такого, а был взрыв на борту. Эта версия была опровергнута уже очень давно, в 2015 году, то есть осмотрев обломки самолета, было обнаружено, что никаких повреждений, обшивки и так далее изнутри не было. Все повреждения были снаружи. Так что эта версия, которая поначалу тоже российской стороной продвигалась, в общем-то у нее никаких шансов нет уже давно. Версия номер два, которая очень активно муссировалась в российских средствах массовой информации, выступлениях каких-то наших официальных деятелей и так далее. Что на самом деле не было ракеты, а была атака другого самолета, другого военного самолета на пассажирский Боинг. Ну, тут, естественно, приводили всякие совершенно абсурдные доказательства. Обнаружили какого-то диспетчера по имени Карлос, какого-то украинского летчика по фамилии Волошин, который якобы там все такое прочее. Значит, ну, со всеми этими как бы свидетелями разобрались очень быстро. Нашли Карлоса, который вообще живет в Румынии, который никакой не авиадиспетчер и еще сказал, что ему за эти фейковые сведения еще и деньжат заплатили. Ну, потом там были всякие смешные фотографии, которые демонстрировал, в частности, Михаил Леонтьев в телепрограммах. Но если бы эти фотографии не были сделаны так бездарно и халтурно, а точнее не фотографии, а фотомонтажи, то тут еще можно было бы в чем-то усомниться. Но там очень быстро обнаружилось, что если бы это было так, то украинский самолет Су-25, он должен был бы быть, ну, как бы соизмеряя его с Боингом, он должен был бы быть размером примерно с футбольное поле. Ну, в общем, то есть, как всегда, как всегда у российских чиновников, халтура, бездарщина и некомпетентность. То есть даже вот какую-то вот эту фальшивку сработать нормально не могут. Ну и прочее, и прочее. Главное доказательство против этой версии заключается в том, что не было обнаружено ни следов пуль, которыми, значит, Боинг мог бы быть обстрелен, ни следов тех ракет, там имеются конкретные данные, ракет типа «Воздух-воздух», которые вражеский истребитель, предположительно украинский, разумеется, мог бы его обстрелять. То есть те ракеты, которые могли бы попасть, там «Р» какие-то, их может нести только истребитель МиГ-31, которого на вооружении украинских военно-воздушных сил просто-напросто не имеется. Плюс к этому опять же всякие разговоры, прослушки, также свидетельства пилотов других пассажирских самолетов, которые летели недалеко от Боинга примерно в это же время. Все они говорили, что никаких там истребителей поблизости не было. Опять же, радары, в том числе российские радары, тоже не зафиксировали присутствие каких бы то ни было истребителей и вообще самолетов, которые могли бы атаковать этот самый Боинг. Так что эта версия тоже накрылась. Следующая фейк-версия, уже номер три, это то, что, да, Боинг был сбит ракетой, но это не была ракета «Бук». Опять же, тут все было проверено. На вооружении Украины имеются еще эти зенитно-ракетные комплексы С-300, ПМ. Но, как выяснилось, никаких комплексов этого типа поблизости в районе этих самых донецко-луганских военных действий просто-напросто не было. Ну, а пульнуть эту ракету откуда-нибудь там из-под Львова, ну, это, как вы понимаете, радиус действия ракет это где-то 30-40 километров, не более того. Значит, тут опять же все это доказано, что никаких иных ПВО в данном районе не было. Ну и, наконец, четвертая версия, за которую Российская Федерация, конкретно Министерство обороны, цеплялась наиболее упорно вплоть до последнего времени, это что, да, это была ракета «Бук», но ракета «Бук» украинская. То есть направили какие-то документы о том, что ракеты «Бук» были поставлены в Украине еще в 1986 году. И вот, соответственно, одной из этих ракет самолет и был сбит. Ну, оказалось, что это опять же фейк. То есть номера тех ракет, которые были предоставлены Министерством обороны, не совпали с номером ракеты, который был сбит «Боинг». Более того, в этом официальном документе от Министерства обороны Российской Федерации обнаружили эксперты всевозможные приписки, зачеркивания, в общем, масса следов того, что работа, в общем-то, была опять же сфальсифицирована, причем самым грубым и бездарным образом. Ну, и вторая часть этой же истории – это то, что предлагала российская сторона альтернативную версию запуска из места под названием «Зарощинская». Ну, и все баллистические экспертизы, я уже не говорю о съемках там, маршрутах Бука и так далее, тоже показывают, что не могла ракета быть пущена из-за Рощинского, которая находилась на территории подконтрольной Украины, а что конкретно она была запущена только из этого самого «Снежного» или «Снежного». Ну, в общем-то, на этом, можно сказать, все попытки российских чиновников я бы сказал, даже российских военных преступников оправдать всю эту трагическую историю, направить следствие по ложному следу, в общем-то, все они и закончились. Совершенно бесславным образом все эти аргументы были разбиты на голову. В общем-то, как бы вопросов даже особых никаких не осталось. 22 июня процесс возобновится, и тут будут уже слушать сторону защиты. Защита там есть. У одного из четырех заученных подсудимых у него имеются адвокаты, которым, кстати, много платят, и которым платят, опять же, из какого-то российского фонда, зарегистрированного в Голландии. Вопрос, с какой это стати, если Россия в этом никак не участвовала и вообще тут ни при чем. Ну, вот такая просто маленькая логическая неувязка. Тем не менее, в общем-то, можно не сомневаться в том, что линия защиты будет очевидной, поскольку никаких абсолютно показаний к тому, чтобы опровергнуть версию обвинения нет. Защита будет, естественно, как это сейчас все время происходит с Россией, и со Скрипалями, и вообще со всеми. А вот типа того, что не пойман ни вор, а вот вы докажите, а где ваши доказательства и все такое прочее. На мой взгляд, доказательств более чем достаточно, так что думаю, что сторона защиты будет иметь довольно жалкий вид. Да и вообще, защищать убийц – это, конечно, удовольствие очень и очень сомнительное. Будем наблюдать за процессом дальше. Думаю, что он продлится еще довольно долго. Это был дед Артем. Всем счастливо, всем не болеть. Привет из Хизины.